добрейшего свежайшего господа знать сколько за бортом плюс 1 плюс 1 градус пусть и лимского и устилинск нижний узинск мы проснулись mercedes павел с челябинска привет все дружище в общий раз ним наш коллега подписчик вчера с ним наверно сейчас когда подъехал разговоры разговаривали новенький мерин у него 16 метров месяц горит машинки ничего говорит нормально таскаю 16 метров привыкаешь за бортом у нас пол седьмого утра стоянка еще спит свежо свежо привыкаем спать без спички может скорее не надо быть может так и перезимуем не нормально одеял у нас еще плит есть тепленький спасибо михао владимировичу подъялком пледом укутаешься и все вылазит свежо до базара нет я становился этого мерседеса не было америка вот этот стоял интересно аккумуляторы даже без крышки не улетают цепь подпер лево который за мной стоит курганский он здесь с утра поедет мы планируем выехать 8 человек с автономка спит красавчик вот стоянка небольшая много машин тут не поставишь вот они пихают как могут ух хорошо свежо так будем собираться умываться завтракать дела свои компьютерные делать можно двигать давай пашу удачной дороги разъезжаемся каждый по своим маршрутам поехали свежо как хорошо без 29 уже правы собирался 8 выехал без выезжаем без 29 как павел сказал и ты горит мне помог войти в эту профессию не знаю хорошо это или плохо работает уже до этого в лидер трансе работал но к чё интересного рассказал но об этом быть тактично умолчим мою смотри как тут ямина давай 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 счастлива так вот он слева у нас чеха пропустим вот на запад мы дальше на восток сейчас на восток потом немножко на север а потом опять на вас потом на северо-восток яйца 823 километра сегодня суббота четвертая у нас сентября нижний удинск бодренькая утречка хорошо так просыпаться без печки без печки фигня рабочий момент переживем здесь уже совсем холодно и что не мешает завестись прогреться вот мысли какие сегодня мысли догрепстись до Уськута дойти до Уськута или Уськута там соответственно переночевать Братскую ГЭС посмотреть сброс воды если получится там где-нибудь подойти насчет удочки не знаю спиннинга будем смотреть по времени где мы что мы как народ вот вот чистый текст да вот пройти до Уськута до Уськута и завтра уже крайний рывок останется по бездорожью потихоньку не спеша наслаждаясь природой уже допыхтеть до места конечного и днем-то будет хорошо тепло я так думаю туман рассеется солнышко пригреет должно быть так во всяком случае намечается неплохой день здесь как там будет не знаю на данный момент 35 расход вот на 2 десятые за этот промежуток времени от Каннска вот до Нижнеудинска поднялся подъемы пошли сейчас еще сейчас только вверх только только вверх сейчас он за Нижнеудинск выйдет там на гору подымись уже 100% 36 готовьтесь через день подержать и гауда уже любит пошалить в плане паводков видели еще чудеском вытворяла в районе чудеском здесь там прям надо ехать ну а что тут теперь осень холодно недалек тут часы белые мухи тут 2-3 недели и запросто уже могут полететь через 300 метров 255 держитесь вверх хотя вот если так посмотреть на данный момент на вот это вот 3-4 сентября взять здесь днем намного теплее чем у нас там на западе в Беларуси например вчера там у меня чуть ли не 18 градусов там и 14-15 солнце светило дома 10 холодина понятно ночи да ночи может быть у нас там немножко и потеплее но дневные температуры здесь намного комфортнее погода приятнее пока 112 до Тулуна в Тулуне свернем на север и уйдем в сторону города Братска туманчик какой потому что это туманчик сейчас погнали смотреть на день ведущий нам интересного подкинет какая прелесть посмотреть шикарная осень пока моя душа в гостях у сентября и сердце разрывается на части от счастья под музыку осеннего дождя друг друга листья желтые целуют танцуя под музыку осеннего дождя тебя сегодня приглашаю я на танец и не беда что солнечного нет луча и пусть осени она нас разлучать не станет не станет а и и горит огонь век метоплина напой меня небом доплина весели собой окаянного ты сейчас со мной это главная душа на костре танец вечного призрачного и бесконечного танец под дождем танец под дождем чтобы стало больше тепла давай сгорим до тла чтобы стало больше тепла давай сгорим до тла я пьян тобой я сказочно богат ведь до тебя не жизнь была а время поверь мне я звал тебя в толпе искал твой взгляд и ждал как ждет художник вдохновения я мгновения питалась ночью чай не моим клад до лошадно словно ветер дым молитвы И вены, вздувшиеся на моем холсте, Я мысленно вскрывал, и мысли были те, как бритва, как бритва. И горит огонь, век не топлено, напой меня, небом допьяно, и сели с собой, окаянного ты сейчас со мной. Это главная души на костре, Танец вечного, призрачного и бесконечного, Танец под дождем, Танец под дождем. Чтобы стало больше тепла, Давай сгорим до тла. Чтобы стало больше тепла, Давай сгорим до тла. Ну, привет, многострадальный талон. Сейчас только что кто-то спрашивал в рацию, красная фурия в канале, я кричал, кричал, мне не ответили. Так что, дружище, где-то у кого-то проблемы, скорее всего у меня, у меня что-то с рацией, возможно, косячок. Так что, я не тупо проигнорировал яйца, услышал, даже ответил, но технические нюансы. Ну, а мы приролили в город Тулун. Досталось ему. Прошлым. Или каком оно году было? Прошлым летом? Нет. Позапрошлым? Или в прошлом? Потому что я уже... Не, в прошлом летом было же наводнение. Да, в прошлом. Не используйте дорогу. Не используйте дорогу. О, бордюрчики ложат. Обустраиваются. Тоже, наверное, к чему-то приурочено, нет? Не чувствуйте закономерности. И никаких параллелей. Так. Чисто рассуждение. В общем, как и вчера говорил, к сестренке сегодня не поедем. Она на работе. Ехать к ней в магазин, мешаясь работать. Ну, не особо вставляет. Конфеты не испортятся. Обратник будет все обязательно уже там. По-любому заедем. Желательно с ночевкой. Но тоже все будет зависеть. Откуда, чего, куда грузиться. Когда, во сколько будем ехать. Но там. Что-нибудь уже можно будет подгадать. Вчера просто вот этот вот там задержался, там задержался. И получается уже, вот сколько я, получается, с Устилимска еду полтора часа. Ну, то есть вчера в 11. Я вчера в Тулун сюда приехал только в пол первого ночи. Смысл какой уже? Людей тревожить в пол первого. Пока б забрали бы, пока к ним, пока туда, пока сюда, пока поговорить. Так спать, наверное, легли бы часа в 4 утра. А человек сегодня на работу. Ну, тоже не есть в РВЛ. Поэтому отложили на обратный путь. Тут забор убрали со стоянки с этой. Потому что она уже вообще не рабочая. А нет, хотя машинка стоит. Здесь обычно машину ставлю. Какая сибирячка, девчонка, а? В маечке 8 градусов на улице. Молодец. 14-х регионов много якутских машин. Что-то раньше столько не было. Сейчас смотри, что Якутия, Якутия, Якутия навстречу идет. Всем, кто нас знает, что Луна всем пламенный. Я думал, это гонечник стоит, а это с колесиком. Какой-то балкончик себе сделал, да? Такой дом серенький. Балкончик такой голубенький. Цветной такой, расписной. Симпатично так придумал. Если магазин еще у Ленки был где-нибудь здесь вот, так можно было. Ну и магазин в другом конце Тулуна. Тем более, не подъедешь на машине тут, вне. Тем более, с развитием современного этих всех технологий. На кнопочку нажал, все, пить, все, связь. Все поговорили. Это не то, что раньше. Письма писали. Ой, я помню, как мы в Сибири жили там в этой, в Керенском районе. Все, какая связь с Минском была. Письма писали. Не голубями отправляли, но почтой. Все, там 2-3 недели письмецо топает. А сейчас. Любой мессенджер открывай, на кнопочку нажимай. И все. И уже. Давай, жулик. Ну, беги, ну. Ну беги, ну что ж ты. Туси, что по дороге. А сейчас-то, да, что? Любой мессенджер открыт, кнопку нажал, все. Только интернет надо хороший. Все, и ты уже с человеком разговариваешь. Когда ты это казалась фантастикой, теперь это реальность. 20 лет назад это была фантастика. Мне просто интересно, что через следующее, еще через 20 лет, уже будет реальностью. А сейчас кажется фантастикой. Все, Иркутск туда прямо. Мы пошли на север. А вот как кричал товарищ Табаки. А мы отзыв на север, а мы отзыв на север. Вот и мы пошли на север. Ой, подождите, здесь что, асфальт закатали новенький? Ой-ой-ой. Наверное, мэр Тулуна хочет переизбраться. Смотрите. Ай-яй-яй-яй. Тут же ж дорога не была. От слова совсем. А сейчас. Ну, мост в другой юрисдикции. Я как узнавал, вот эти дорожники, что вот тут дорогу делают. И мост, это две разные организации. Поэтому мосты. За мосты отвечает совсем другая контора. Мост в трое или ко мне, не знаю точно названий. Но то, что это разные участки. Почему вот здесь хорошая дорога, а мост может быть убитым в промежутке этой хорошей дороги. Потому что разные конторы отвечают за эти участки дороги. Так, тут тоже стоянка работает. Та, стоят машинки. Вот. Видите, все. Они полностью вообще запасали этот кусочек. Здесь же дорогу была такая. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. А сейчас огонь. Точно хочет переизбраться. Ну, круто, круто. Чего, погнали. Сколько нам до Братска? 200 километров. Сейчас 20 минут 10-го. К часу дня, по идее. Должны до Братска побежать. Погода мне нравится. Вся такая осень была. Не облачко на ней. Да, не жарко. Но зато лепота. Не туда ли ульяновский коллега тоже тащит железо. Возможно, и туда. Тоже, вы видите, железок накидаля ему там. Мерено-немерено всяких разных. Ну, у него, наверное, полегче будет. Хотя, ничего, тоже шум. Полный полуприцеп. У него высокий. У него низкий, у него высокий. Хотя у него прицеп низко равный. По-моему. По-моему, еще порта низкие точно. Сейчас, ну, обгоняем. Пойдем посмотрим. Но, по-моему, низко равник. Нельзя пока обгонять. Хотя тут. В этих краях она не такая уж и сплошная, но. Не, они не скарамник. Просто. А, не, это мне просто показало, что борта низкие. Такие же самые у него борта, как у меня. Братск, 137. Как раз нормально. Час дня, еще 137 считается, 2 километра. Ну, как раз к обеду. И в Братск баррероле. Сейчас, по-моему, Роснефтьевская заправка должна быть справа. Посмотрим, по-чем топливо здесь на Роснефтье. Продают ягоды, смотрю, много. Продают клюкву, наверное, красненькая. Так не видно. Ну, скорее всего, что клюква. Грибов не видно. Вот ягоды, да. Они видите, направо. А, нет, Роснефтьевская заправка не здесь. Что они тут продают? Отвеного знает. Не видно ничего. Нет, дальше Роснефть, еще дальше. Обшибся, малость, обшибся. Лайд. Полтинник, знак. А что тут, полтинник, надо ехать? Ой, какой вид, а? Я понял, теперь что, полтинник, чтобы... На скорости туда, вот в эту... Лужу не поехать. Не лужу, а вот в этот. Я пошутил насчет лужи. Это тут... Тут речка какая-то, за счет. Тут, наверное, типа дампы. Гора хорошая. Коня на 11-й. Еле держит. Да, река Элир. Улица, как она тут разлита. Поэтому и полтинник, чтобы... Случайно кто-нибудь туда не поехал. Там вот какой-то памятник внутри стоит. Это вот, видите, наверное... Не зря, что с ангарой сбрасывают. Да, это же вот тут она не должна быть. Это вот у него такая большая вода. Дожди какие шли или что. Там даже вот какой-то памятник стоял. Его водой заливают. Ну, под водой практически. Кто-то погиб или что. Ну, погиб, скорее всего. Я к чему что. Вода большая. Не зря, значит, с ангарой сбрасывают воду. Наедем, посмотрим. На это чудо. Четыре шлюза, говорят, открыто. В этом... На Красноярской было три. Когда я был. Обязательно надо будет остановиться, пойти посмотреть. Носи ей диво. Пшеницу еще не убирали. Уже надо, надо, наверное, скоро. Белые мухи не за горами. Какая красота. Ты че ж здесь места классные? Сказать, что нетронутые... Не скажешь. Ну, до чего ж тут красиво. Вот так вот, да, Ленки? Живут. Берег. Река это. Река, скорее всего. Точнее, озеро. На берегу реки. Каждый день такой красотой любуются. Сейчас, что тут за река, непонятно. Что за река? Я даже не вижу, что-то что-то протекало. Может, она здесь по этим, по трубам течет? Может, это просто озеро? Хотя, вон туда, посмотри, венца и края не видно. Шикарные места. Берег какой. Там, правильно, пацаны, стали его спустились к речке. И все, отдыхают. Удочки, вот, пивко, удочки. Сидят, балдеют. Красавцы. Все правильно. Так и надо. Отдыхать, расслабляться. Без этого никак. А мы едем. Пока. Вот Аснефть. 89 до Братска. По костам. Вроде как тоже и стоянка есть. Да, я вижу, что превышает. И не разгонишься сильно. Как бы такой-то стоянки нет. О, ДТ. 54,50. Кушайте. Не опляпайтесь. Нормальный ценник. 54,50, да. Ну, все равно меньше, чем в Беларуси. Смотрю, деревни проезжаем. Люди картошку уже выкапывают. К зиме готовятся. Тут уже он и выкопал даже. Заняты хозяйство. Ой, вспомню, да. По весне сажаешь. Соль. Это ее доокучиваешь. То этих жуков собираешь. То еще там что-то. Полиши, тяпкая ты их, хох. По осени ее копаешь, выкапываешь. А и урожай не уродился. В общем. Это жизнь деревни. Не то, что в городе. Дождался осени, пошел, все купил. И все. Банально, скучно и неинтересно. А вот посади ей, вырасти, выкопай. Все, что выкопал, все твое. Мы жили порося, держали. И что только не делали. Приехали такие распальцованные из Минска. Ага, городские. Все научились делать. И огороды растить. И животных содержать, кормить. Все, все, все. А куда денешься? Жить захочешь, не так раскорячишься. Зато есть что-то, вспомнить. По-моему, эта бетонка еще хуже стала. Ее меньше. Тут километров 20 было. Может, сейчас. Но совсем уже закатали. Там, за лето. Что-то тут совсем невозможно ехать. Ешь. 45. Вот так вот. Вам слышно, да? Ляп-ляп-ляп. Что по шпалам. Быстрее не разгонишься. Так. Что у нас все хуже и хуже. Совсем этот бетон раздолбали. Как бы ям-то нету, но вот эти вот стыки, они все получаются. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Ну, тут немножко. Давайте, пацаны, летите. Я буду потихоньку ехать. Разуйте. Здесь по этим плитам сильно не поедешь. Нет, я про себя. Лучше потихонечку. Целее будем. Видите, что тут делается. Да. Поубили, подубили, подубили. Раньше лучше было. Чуть-то в районе 60 можно было идти. Сейчас вот и 40 ехать невозможно. Ну, вот уже бетонка закончится. И там потом пойдет уже широкая. Как бы 66 километров добраться осталось. Вот бетонка закончится, пойдет широкая. И после этого. Ну, то есть и там опять дорога начнется. Единственный кусок этой дороги между Усть-Кутом и Врансом это вот эта вот бетонка здесь. Но была она лучше. Может, я забыл, но мне кажется, что она выглядела поинтереснее. Сейчас она что-то совсем превратилась в направлении. Местные летят. Привыкли уже. Ух ты! Сервика! С правой стороны мана нету. Где-то что-то случилось у него. О, травосейки. Сейчас Америка пойдет. Давай, Америка! Нет? Не хотите? Через сплошняк. Ну, извините. Тогда мучайтесь за мной. Пошел Америка. С железом тоже поволок куда-то. Не знаю. Мне жалко машину. По такой дороге. Быстро ехать, убивать. Дорога позволяет. Можно ехать, когда не позволяет. Лучше потихонечку. Тем более, это только тренировка. Все самое интересное. Вся романтика еще впереди. Правда, ее не так много. Но все равно она еще впереди. Романтическое направление. После Ускута. Что-то вот латали, смотрят, вот эти стыки. Но как-то совсем все не то. Наташка все разворачивает. Говорит, нельзя там через плотину переехать. Хочется, чтобы мы в Иркутск приехали. Ага. Сейчас. С Иркутска там как-то. Шепелева. Не Шепелева. В общем, там. Через то направление поехали. Я думаю, вам слышно, да? Не, подубили, подубили. Было лучше здесь. Намного лучше. Вон уже вроде. Вот тут, по-моему, если я не ошибаюсь, кусками. Где уже, наверное, совсем... Нехорошо. Вот положили асфальт поверх бетона. Сейчас он закончится. Пять бетонка будет. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Пять бетонка будет... 35, 33, да нет. А нет? Может быть, все? Может быть, уже и все. Получается, если все, то совсем тут... Может, километров с 15? по плитам по этим поскакать немного не страшно хорошая гора что надо разгоняться по максимуму перед ней вот и как визуально внизу все хорошо подъемчик такой неплохой до него залететь надо газку правда потряхивает на ничего по итогу 57 вышли заходил сотню ну же вот ягодская с якутсии 400 региона одиночка тоже так вот крадется вон сороковничьих 35-40 и я вот за ним ну все уже он заканчивается там окажется да вот этот кусок совсем был невозможный вот сверху чуть к асфальт положили а так все так и осталось эти 20 километров этой бетонки здесь это вот получается наверное сейчас туда вот на зимник пойдет ну где должен быть зимник на этой на этой то может там и проедет туда швут что-то швут везет вот в этой маленькой машине правда если туда то конечно респект респект бездорожью на такую машину кидают не спальника ничего конечно молодцы парни да это он тоже машину берег ехал потихоньку разгоняется 34 минут 47 километров не доедем мы да до этого а что это у него это вольвочка такая что ли что ехал потихоньку была да вольвочка такая одиночка маленькая с рефиком что-то вот везет наверное до братской не доедем мы можем до братской допилил братский проверить правда надо этот что-то банка холодника есть но я не знаю уже с уникальный день ты сегодня может только неделю как с Москвы едем уже нервных дней 10 этому холоднику чтобы не помешал он потом дальше в сторону ехать а то будешь на каждом пугле останавливаться не знаю будет остановиться попробовать его прежде чем полноценно кушать посмотрим сейчас можете пожелать с ней место войдет портанемся время а 8 плюс 5 час дня час дня время уже обеденное по итогу у нас время кончилось вот прямо здесь на обочине 10 километров ну это не до братска там до кольца не доехал вот это наша ихняя бетонка вот немножко нас подкосила выбила из графика так сказать еще у нас нигде не шипит пока не гремит после таких дорог обязательно надо обойти все посмотреть посмотреть послушать понюхать пощупать ну вроде все чин-чинарем ну ладно перекусим сейчас здесь да и поедем дальше красота это тоже красота так стекло опять все заляпано зверушками опять мыть сейчас попробую не знаю тут особо в лес тоже не набегаешь на ходу мяукнет кто-нибудь потом сейчас посмотрим что он тут не вот этот уже скисший точно надо выливать вчера вот я ел чувствовал что вот он на грани ну еще нормальный а этот уже все не стоит его кушать так кафешки мы не доценули заварим бомж пакет а что делать сейчас будет салатика быстренько другом ягурцы там и соленые поэтому сейчас выльем потом где-нибудь и все уже столько дней само собой уже оно вечно ездить так что заварим один раз можно так что это как то это как это Продолжение следует...